И ожидания, и все испытания, которые мы проходим. Сейчас тоже время испытаний. Испытаний наших сердец, испытаний нашей любви, испытаний любви к Родине, своим родным, близким. И каждый должен ответить, с кем он сейчас, за кого он сейчас. Но, возвращаясь к нашему празднику, Всемирному Дню Поэзии, я хочу прочитать тоже о любимом моем поэте, так же, как и многие из его детства, знаете, цените и любви кепет Александр Сергеевич Пушкин. И как же в День Поэзии можно обойти и не поговорить, и не почитать, поскольку это у меня есть, о солнце нашей поэзии. Хочу сразу вам сказать, что нехорошо гадать. Вы, наверное, сейчас в юности, я тоже этим решила. Гадаем, гороскопы слушаем, на картах гадаем, гадалкам, каким-то ясновидящим, нам это все нравится. Но, знайте, что это закладывается... Могут вам сказать что-нибудь, так, от фонаря скажем, а заложится уже программа. Она уже начнет работать через вас, и вы можете попасться в сети этой программы. Очень трудно будет от нее избавиться, поэтому никогда не гадайте. И этому я посвятила свое стихотворение. Александр Сергеевич Пушкин имел неосторожность однажды побывать у гадалки. Чем это закончилось? Я сейчас все вам расскажу. Вопрямь смерти отворилась в его будущее дверь. И гадалке не приснилось его Пушкина дуэль. Раз по Невскому проспекту он с Всеволожским проходил, чтоб узнать судьбы секреты, он гадалку посетил. Из проказ, из праздной скуки к ней зашли тогда друзья. Но судьба связала руки и сказала, Так нельзя. Но забыл он о гадании, о гадалке-то и забыл. Только встречи с другом давним он пророчество открыл. Пробежал мороз попозже. Предсказание сбылось, а за ним второе тоже. Будет знать все правду, а не ложь. В тридцать семь возможно встречу смерть от белой головы. Смерть, как видно, недалече. Избегу ли ее? Вот ведь над гадами каев Пушкин любит и творит, И, бессмертие покоряя, на последний бал спешит. Вот женился на Наталье Гончаровой по любви, И позор снесет едва ли, как супруг глава семьи. В черной завистью оббитый, Разжигая интерес подстрекаемый элитой, Аскольбинке вот от эсс. Честь жены превыше жизни, Ведь не даром он поэт, Сбились в кучу чувства мысли, Выход найден, пистолет. И забыто предсказание, Закипает в гневе кровь. Милые Пушкин и Наталья, Разлучает вас любовь. На дуэль он вышел смело, Белый всадник прибыл в срок, И блондин в одежде белой Нажимает на курок. Мир от залпа содрогнулся, Тверть уходит из-под ног, А обидчик ухмыльнулся. Как посмешно, как он мог! Девятнадцать миновало, А, быть может, двадцать лет с той поры, Как нагадала ворожея эту смерть. Но невластна и могила Над бессмертием дворца. Жизнь в стихах его И сила, И не видно им колеса. У меня есть небольшое стихотворение, Четыростиши буквально высказывали такое. У Моцарта Сальери, У Пушкина Дантес, К талантам у бездарных Смертельный интерес. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Который в 2005 году вышел. Вы видите здесь Татьяна Иволга. Здесь меня представили Татьяна Алексеевна Горошевская. Это гражданское мое имя и фамилия. Я взяла творческий псевдоним Иволга. Татьяна оставила. Но когда появился интернет, Я решила посмотреть, А что же там я могу себе найти. Оказалось, что есть в Украине тоже Татьяна Иволга. И тогда что делать? Пришлось в строчках дописывать фамилию Горошевская. И поэтому, вот первые книги пока еще интернета не было Татьяна Иволга. А сейчас я уже в каждой книге На обложке оставляю вот эта третья книжка. Уже в 2016 году она вышла. Анатолий Тимонов помог. Его благотворительный фронт помог выпустить эту книгу. Верю и люблю. Следующая книжка вышла в 2020 году. Вот уже вы видите какой объем. Если вы скажете, что я пишу одни и те же стихи из одной книжки в другую, поэтому они все толще, 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 толще становятся. Нет. Это в книгах, в каждой книге, в подборке, в улыбке. И вот эта книга, «Жизнь прекрасна». Почему я так назвала? Я могу маленечко открыть секрет. Потому как в 2018 году я перенесла операцию по удалению онкологической опухоли. И сейчас я продолжаю свое лечение. Продолжаю жить, радоваться, преодолевая посланное опухолиное воспитание. И я радуюсь каждому дню, который мне дал Господь. И поэтому я рада встрече с вами, что у меня появилась такая возможность посмотреть вам в глаза, что-то вам донести, о чем-то вам рассказать. Рассказать то, что может вам понадобиться в жизни. Вот из этой книги я хотела бы... Да, я здесь уже у Моцарта Сальери прочитала. Хочу прочитать маленькое стихотворение. Моцарство. Пью любовь я, как птицы росу, В своем сердце ее я несу, Как целительный чудо-бальзам, И по капли, чтоб вырвеснуть вам. Эти капли святы и свежи, Собираем их в соты души, Превращая в целительный мед, Удалять равнодушно на лед. Словно пчелка тружусь я пером, Чтобы новый не вспыхнул садом, Чтобы не было новой говоры, Вы плетали из строчек узоры, И в стихах моих Блещет роса, Что я бережно В сердце и сладую. Потому как Уже из того, что я вам рассказала, Вы поняли, что жизнь, Судьба не волнует меня. Я прохожу испытания, Но я прохожу эти испытания С благодарностью и с любовью. Я научилась ждать, Я научилась терпеть. Потому как, когда мы молоды, Нам хочется все сразу и быстро. Ждать нам некогда. Правда ли? Хочется. Хочется вот все успеть. А жизнь, она ставит нас в такие рамки, Что нужно научиться ждать. Научиться терпению. Самое главное терпение. Говорят, Бог терпел и напитал. Правда ли? И еще вот такая заповедь в Боге. Нравится мне. Как ты хочешь, чтобы относились к тебе, Относись также к людям. Вот вам основная заповедь. Если не хотите, чтобы вас обманывали и предавали, Не делайте этого сами. Не хотите, чтобы вас обворолвали, Не воруйте сами. И так далее. Это очень все просто. Правда? Но зато Бог вам воздаст. Если кто-нибудь еще не пришел, Я тоже не сразу пришла к Богу. Вы скажете, я сейчас такие мудрые вещи говорю. Я была такая же, как и вы. Студентка. Влюблялась. Все у меня было. И ошибки молодости. Но когда я испытала первую боль в потере, Когда я осталась в доме, И тогда ко мне в дверь постучался волк. И мне было трудно. И я тогда впервые пошла в церковь. И вот так вот уже с 91-го года Я являюсь прихожанкой нашей церкви. И я тогда еще, она только у вокзала была. Церковь, которая из дома сделана была. Потом восстановили наш храм. Все это на моей памяти. За все, как говорится, переживала и молилась. Поэтому вот в этой книге «Жизнь прекрасна» 130 с лишним страниц Занимает православная летопись Купинского района. Здесь описана наша история Православия Купинского района. Все эти книги, которые здесь у меня есть, Они все в районной библиотеке. Сегодня вот я презентую и вашу библиотеку. Сейчас, когда у меня появилось много времени, Я стала, освоила брошюрование. И сейчас сама выпускаю сам издатом вот такие книги. Они с цветными картинками. А цветная печать очень ценится. Вот не сказки. Это для детей. Я 30 лет проработала в начальной школе. Хотя я учитель физики и математики. Но вот так судьба разведилась, Что я перешла, перепроприировалась В учительной начальной класса. Не сказки. Это тоже для детей. Любознайкам книжка. Все это тоже есть в районной библиотеке. И буквально на днях я выпустила книгу, Которая называется, Если прочитать по заглавным буквам, Аббревиатуру СВО. О, зов. Слава воинам, освободителям, За отечество вставшим. С 1941 по 1922. И многоточек. История не закончилась. Продолжается. И я хочу плавно перейти к теме патриотизма, К теме, которая сейчас у всех на устах. Это СВО. И на войне солдаты остаются людьми. Когда я услышала эту историю От человека, который в окопах воюет. А история очень простая. Я ее сейчас вам прочитаю. Может кто-то в интернете в Однокрасниках Не видел и читал. Мурка-Ас. Реальная история. Рассказ солдата. Пришла к нам в окоп изможденная кошка. Куда я, как щепка, На тоненьких ножках. Была передышка. Мы все удивились, Откуда такая в окоп к нам явилась. Деревня разбита, Не видно хозяев. Беднягу погладив, Беднягу погладив, землянку мы взяли. Она домовой нам кошечкой стала. Ждала нас с работы, не убегала. Ее как-то сразу мы муткой называли. Делились пайками и все баловали. Она не скупилась на ласки, Мурчала и души солдатские нам согревала. Мурка поправилась, Шерстка лоснится, Спит она рядом, И дом тебе спится. Сядет на плечи и едет верхом, Нам помогает бороться с врагом. Стала она помогать нам в работе, Сядет на небо внимательно смотрит, Шум беспилотника только заслышит, Мучится стрелой к нам, Как будто за мышью. Сразу его мы берем под прицел. Цель обезврежена, Домик наш цел. Видит и слышит она лучше нас. Гордо ее назовем. Мурка Ас. Доброе слово и кошки приятное. Верим в победу мы с Муркой, ребята. Верим в добро. И за правду стоим. С нами Россия. И мы победим. И воспеваем курс наших ребят. Этому посвящено Вот такое небольшое стихотворение. Может быть сделаем передышку, Вы почитаете стихи. Есть такие? Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...